Казахский художник Ербол Мельдебеков привез на Пермскую выставку свой семейный альбом и покажет его в качестве экспоната. На этих снимках еще советской поры родные художника на фоне зданий и памятников. Рядом с черно-белыми фото кадры нового времени. На них те же люди, а вот здания и монументы сильно изменились. Вместо мемориалов советским вождям на постаментах возвышаются фигуры героев национального эпоса. Теперь они собираются, через 30 лет, 30 с чем-то лет, опять собираются в том месте, то есть я попросил как-то, чтобы собраться. И потом в том месте уже как-то вокзал стоит, а вот здесь поменялся просто памятник, как меняется. Это памятник тоже правонук Чингисхана, это как казахский хан, там Аблай-хан. Это памятник родина-мать. Монумент родине-матери, поставленной в одном из казахских городов, теперь выглядит так. Фигуру женщины из скульптурной композиции власти решили убрать. Все это приметы тех перемен, которые произошли в жизни и в сознании бывших граждан, бывшей союзной республики, считает художник. Он о многом говорит с горечью и с иронией. Вот, к примеру, еще одна его работа. Так автор изобразил самую высокую горную вершину Советского Союза, пик коммунизма. Сейчас это пик Самани, а вообще название горы менялось в пять раз. Я как-то исследую старые истории и их как-то фиксирую и создаю произведения искусства. Это горный ландшафт Центральной Азии, сделан из пермского материала. Это завод из металлургического завода Лысева. Сейчас готовится масштабная выставка, где представят свое творчество современные художники Казахстана. Как считают организаторы, экспозиция разрушает многие стереотипы, связанные с этой азиатской страной, расширяет границы наших представлений о ней. Мы очень долго пытались найти название и пришли к тому, что беташар есть такой обряд в Казахстане, открывание лица невесты. Но поскольку беташар слишком экзотическое слово, мы решили сохранить название лицо невесты. А невеста с точки зрения этимологии буквально может интерпретироваться как неизвестная, незнакомая и так далее. По большому счету мы открываем совершенно незнакомую для нас страну. Эта выставка – часть большой программы Пермского летнего форума «Белые ночи». Экспозиции современных художников открылись также в центральном выставочном зале и в здании табачной фабрики. Юлия Зыкова, Евгений Шеленко, Телевизионная служба новостей.